В стрельбе в американском штате Флорида. Два человека погибли, более десятка ранены. За последние три года это уже третий случай массового расстрела. Что произошло на этот раз? Далее в сюжете. Это произошло в развлекательном центре города Джексонвилл в штате Флорида во время турнира по видеоиграм. Мужчина открыл огонь по участникам соревнований. Два человека погибли на месте, 12 ранены. Еще столько же получили травмы, когда убегали с места происшествия. Сам нападавший застрелился. Мы видели, как люди бежали оттуда и кричали. Среди них были раненые. Я видел девушку, которой попали в ногу. Я видел мужчину с пулевым ранением. Он был очень испуган. Все были в ужасе. Мой знакомый был внутри, когда началась стрельба. И сразу убежал оттуда. А двое его друзей погибли. Знакомому все время звонит мама, а он не знает, что ей сказать. Как ей все это объяснить. Потому что это просто безумие. Я как раз делала смузи, когда услышала шум, а затем выстрелы. Пришла охрана и приказала мне спрятаться и не выходить. Когда все закончилось, меня повели к другим свидетелям, чтобы допросить. Там на полу я увидела чье-то тело. У какого-то парня вся одежда была в крови, а у остальных людей кровь на обуви. Полиции уже идентифицировали стрелка. Однако причины ЧП не комментируют. По предварительным данным, подозреваемый 24-летний Дэвид Кац из Балтимора, штат Мэриленд. Я не могу сейчас обсуждать мотивы его поступка. Расследование еще продолжается. В нем также участвует ФБР. Между тем, издание «Лос-Анджелес Таймс» сообщило, нападающий сам был участником турнира по компьютерной игре «Мэдден-19». Это симулятор американского футбола. Но проиграл, поэтому и открыл огонь. В доме стрелка в Балтии море полицейской провели обыск. Сейчас проверяют его связи с террористическими группировками. За последние три года во Флориде это уже третий случай массовых расстрелов. Два года назад в ночном клубе в Орландо были убиты 49 человек. А полгода назад во время стрельбы в школе в городе Паркленд погибли 17 человек.